Точность не главное. В округе впервые провели фестиваль Люберецкий валенок. На народные гуляния в Наташинский парк пришли сотни люберчан и гостей города. Главная забава – метание валенка на дальность. Григорий Ворванин не остался в стороне и тоже метнул. Чем это закончилось, узнаем в следующем сюжете. Традиция метать валенки на дальность зародилась в Архангельске в 17 веке. С годами забава стала забываться. В Люберцах метанию валенка решили подарить вторую жизнь и организовали фестиваль. Ольга Потапова вспоминает, в детстве тоже кидали обувь. Кто дальше? Правда, вместо валенок использовали калоши. Валенки как-то бабушке жалко было, наверное, нам давать в детстве. А калоши было много и много было дырявых. Поэтому не жалко. И нам давали их швырять. Вот так вот выходили мы и тоже играли с детьми. Не хотите попробовать валенок метнуть, может? Туда? Ой, наверное, не получится. Это же далеко. Давайте кто из нас сможет метнуть и попасть в оператора. Давайте попробуем? Давайте. Давайте. На счет три. Раз, два, три. Замечательно. То есть опыт калоши метания пригодился? Да, не пропьешь опыт. На Руси с помощью валенка гадали. Во время святок бросали его за ворота. Куда показывал носок после приземления, с той стороны и ждали суженного. Сейчас эти традиции соблюдаются разве что в деревнях. Хотя современной девушке не прочь узнать свою судьбу. Ну, давай сделаем так, как будто ворота у нас будут здесь. Здесь хорошо. Да, стоят спиной и кидают валенок. Вот так. Готово? Да, давай. Кидай. Раз, два. Так, пойдем смотреть, куда носок показывает. Носок у нас показывает в ту сторону. В ту сторону. Значит, что? Жених будет там. С той стороны придет. Да. Будешь долго ждать здесь стоять? Не совсем. Я дождусь его. Он скоро придет. Те, кто уже дождался своего суженного, просто гуляли по парку, пили чай и грелись у костра. Дети играли в хоккей, состязались в перетягивании каната. На открытии в фестивале Люберецкий валенок глава городского округа Владимир Ружицкий поздравил собравшихся с новогодними праздниками. Друзья мои, всем здоровья, благополучия. Здесь есть, где повеселиться. Я думаю, что вам понравилось, как мы обустроили вот в этом, ну, уже в прошлом году вот эту площадку. Она совершенно по-другому изыграла. Такая стала, я бы сказал, уютной, праздничной, хорошей. Поэтому в совершенству нет предела. Поэтому мы будем дальше этим заниматься. Фестиваль Люберецкий валенок посетили больше тысячи человек. Такого не ожидали даже организаторы. И вполне вероятно, что метание валенка станет новогодней люберецкой традицией. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.